Теперь первая беременность закончилась кесарево сечением, не открылась шейка матки, начались ощущать потуги, экстренно приоперировали, думали, что неправильно ввели роды. На 41-й неделе дома отошла трубка, примерно в 18 часов, поехала в родон, были регулярные неболезненные схватки, врач в течение ночи пытался открыть шейку матки пальцами, проколол пузырь, поставив сетацин, но в итоге были болезненные схватки, и получил одну непрерывную схватку, было от боли, кстати, вот это мы и называем гипертонусом матки, это состояние, когда фактически, это как раз вызвано искусственно, чаще всего, гипертонус матки в родах, это очень неприятное состояние, особенно для женщины, потому что ее страшно болит. И вот фактически потом ее сделали операцию, и вот какова должна быть тактика ведения рода, при не готовности к ним шейке матки и все такое. Так вот, что я хочу сказать? Дело в том, что вот самая большая грубая ошибка врачей, это неправильная оценка периода рода, то есть в каком состоянии находится женщина, то есть она рожает или она не рожает. Если женщина пришла, поступила рода с нерегулярными схватками, даже если они болезненные, это не значит, что она в родах, это может быть вот как раз вот эта латентная фаза первого периода, которая не требует ничего, кроме наблюдения. Мало того, не только наблюдение, оно требует успокоения женщины, то есть если действительно болезненные схватки, то их необходимо как бы женщине ввести какие-то седотимные или обезболивающие, то чтобы она поспала, расслабилась, отдохнула, потому что в данном случае схватки непродуктивны. При этом не имеет значения, какой длины шейка матки, потому что шейка матки может сгладиться, открыться буквально быстро в течение какого-то нескольких часов, особенно когда наступает активная фаза рода, то есть когда наступает регулярная родовая деятельность, вот тогда и, значит, ну как бы все входит в норму. Грубая ошибка, которую делают врачи, это вскрытие пузыря при закрытой шейке матки и при отсутствии регулярной родовой деятельности. Это не должно проводиться. Во-первых, это повышает риск инфицирования, конечно, плода, потому что мы не знаем, сколько времени будет такая женщина рожать. Это раз. Во-вторых, это всегда не приводит к никакой регулярной родовой деятельности, это, наоборот, приводит к ухудшению состояния. Тем более нельзя ставить эсситоцин и проводить стимуляцию или индукцию эвуляции, когда нет родовой деятельности, или когда вот, ну я имею в виду, что когда у женщины вообще шейка закрыта и тому подобное. Потому что пальцем это тоже не метод, так сказать, родоразрешения. Поэтому в данном случае, скорее всего, нужно было просто успокоить женщину, дать ей обезболить, чтобы она хорошо поспала, чтобы она отдохнула. И нередко, даже в большинстве случаев, после хорошего отдыха у женщин запускается самостоятельная, нормальная, регулярная деятельность, то есть начинаются роды, и уже дальше идёт всё как нормально. Но есть, конечно же, состояние, которое называется дистанцией шейки матки, или цервикальной дистанцией, когда шейкометка матки, ну мы называем ее ригидная, то есть она жёсткая, она не открывается. Это очень редкие случаи, это бывают случаи после травмы шейки матки, значительной травмы шейки матки, когда возник фиброз шейки матки. Это может быть после перенесённого сиклиса, да, это может быть. Это может быть, когда есть анатомический дефект, то есть есть как бы смещение шейки матки, особенно зева шейки матки, наружного зева шейки матки, То есть такое бывает, но очень редко. И когда есть какие-то другие спачные процессы в области шейки матки, скажем, были разрывы сильные, наложили швы неправильно и так дальше, то есть вот это может быть. Теперь сопровождается болевым синдромом. И, конечно, что в таких случаях делать? Опять же, женщинам нужно успокоить, дать ей обезболивающие. То есть нередко требуется не проведение кислородных лечений, а проведение, значит, дают обезболивающие. И потом пробуют пальцами открыть шейки матки постепенно, но на фоне обезболивающих. Потому что очень тяжело переносить раскрытие шейки матки, когда вводят туда пальцы, начинают вот это разводить и открывать шейки матки. Это чрезвычайно болезненный процесс. Именно поэтому проводят обезболивание рода, когда открываются шейки матки, а не у потуков. У потуков боли практически нет, но именно вот этот процесс открытия шейки матки. Поэтому проводят вот такое, значит, обезболивание шейки матки. вне обезболивания женщины может быть эпидуральной анестезией и пробовать открыть механический расширить шейк матки. Если не удается такое произвести, тогда, конечно же, проводят тесто-рассечение. Вот это так в нескольких словах о шейчной дистанции. Это очень редкое состояние, чрезвычайно редкое. Я даже думаю, не все врачи знают, что шейчная дистанции встречали как бы в практике. Но другое дело, что это, конечно, перегибает палку.